Соблюдаете ли вы традиции? Вот такой вот интересный вопрос. Как относишься к сожительству до брака? Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет чай пить еще и с фруктами. И также сегодня будет мороженое. Точно-точно, это же мороженое я уже один раз снимала. Но как я вам ранее рассказывала, это видео у меня, к сожалению, удалилось. Поэтому мы повторяем то же самое еще раз. Еще раз. Вообще мандарины... Я обожаю мандарины. Мандарины мне напоминают детство, зиму. Напоминают Россию и Новый год. Когда я вижу где-то мандарины или кушаю их, я сразу вспоминаю Новый год. Не знаю, почему именно так. Если у вас тоже мандарины ассоциируются именно с Новым годом, то пишите в комментариях. Какие вы у меня активны? Уже сколько вопросов. Вот такой вот интересный вопрос. Как относишься к сожительству до брака? У нас в Азербайджане это не принято. Это не практикуется. И я не знаю ни одну пару, которая живет вместе до брака. У нас принято, что... Девушка переезжает к парню после брака. По-другому никак. Я не считаю, что это плохо жить вместе до брака. Это дело каждого. Просто у нас в Азербайджане нет такого. Вообще нет. То есть, да, девушка с парнем могут встречаться, общаться, гулять и так далее. Но именно совместная жизнь у них начинается именно после вступления в брак. Вот такое вот интересное мороженое. Вот здесь шоколадное, а здесь белое. И еще вот такая вот печенька. Очень вкусно. Смотрите, это тень. Я думаю, что это такое. Смотрите, какая у меня палочка. С хрюшкой. То есть, дело не в том, что я к этому как-то плохо отношусь. Я вообще очень современный человек. Стараюсь никогда никого не осуждать. Ну, не считая там жестокое обращение с детьми и так далее. Например, вчера я увидела собачку, которая хромала. И еще видно было, что у нее... Я очень извиняюсь, не к столу, конечно. Видно, что у нее щеня там. То есть, у нее грудь так висела. Вот, и мне так хотелось ей помочь. Поблизости не было никакого супермаркета, чтобы можно было зайти купить что-то вкусненькое. И проблема в том, что собачка не стояла на месте. И она куда-то шла. Я попросила свою подругу идти за собачкой, чтобы потом ее нашли. Я зашла в ресторан. Купила там донарь. Потом я созвонилась с подружкой. Я говорю, что где ты? Она сказала, что я около метропарка. Так вот, оказывается, собака ушла далеко. Пока я покупала, подруга следила за собакой. Еще, как назло, в ресторане огромная очередь. Пришлось ждать около 15 минут. Вот. Если бы я в этот момент просто прошла бы мимо, меня бы, наверное, мучила совесть. К животным я отношусь очень трепетно. Очень люблю животных. Ну, именно собачек, кошечек, вот таких вот. Сейчас все начнут мне писать. Так, любишь животных. Не кушай мясо и так далее. С одной стороны, это правильно. Когда-нибудь я приду к этому, я думаю. Ну, если мы не будем кушать мясо, то есть получается, что этих коров, барашек даже не будут столько разводить. Их как раз-таки и разводят для того, чтобы мы с вами питались. Такой момент тоже есть. Такое вкусное мороженое. Прям вот нереально вкусное. И удивительно, но я люблю кушать мороженое с чаем. Я помню, я ставила брекеты, и мне мой стоматолог говорит, что нельзя кушать чипсы, нельзя кушать орехи. Я сказала, окей. Он говорит, ну, еще там фигня. Я говорю, ну, скажи, нельзя горячее и холодное есть одновременно. Я говорю, почему фигня? Я всегда мороженое запиваю чаем. Он как начал ржать. Он говорит, ну, и вкус у тебя. При брейхетах это нельзя, потому что они откалываются. Завтра утром хочу снять мое утро. Прям постараться хорошее видео сделать. Не просто, знаете, так тяп-ляп, а вложить душу, так скажем. Спросила у вас в инстаграме. Посмотрим, как вы проголосуете. Если большинство будет за, я буду снимать. Также хочу устроить голосование по поводу того, чтобы снимать уборку или нет. Потому что я читаю комментарии, там девочки пишут, что когда будет уборка, когда будут влоги, значит, вы хотите. Я так правильно понимаю. Если вы хотите, мне нетрудно, я могу снять. Вот как раз-таки эти опросы я провожу в своем инстаграме. Поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылка будет в инфобоксе. Обожаю мандарина. Вот это огромное мороженое доело просто в один счет. Соблюдаете ли вы традиции? Смотря какие именно традиции. Например, у нас есть такая традиция, что нельзя выщипывать брови до замужества. Я не замужем, но у меня, как видите, выщипанные брови. Вот. Смотря какие. Часть, конечно, традиций, да, я соблюдаю. Но какие-то мне кажется совершенно глупыми. Мне кажется, насчет бровей вообще никто не соблюдает уже эту традицию. Потому что это выглядит неэстетично, некрасиво. Элементарно я работала в организации, в которой просили продавщиц привести свой внешний вид в порядок. То есть культурным образом говорили, что выщипай брови, сделай укладку и так далее. То есть на это обращают внимание даже на работе. Если ты хочешь работать, то ты уже не можешь придерживаться традиций, так скажем. Какие-то традиции мне вообще кажутся дикими, если честно. Я просто не хочу подробно об этом говорить, потому что у каждого свое мнение на этот счет. Я человек более современный. Но какие-то семейные ценности мне у нас нравятся. Мне нравится, что у нас нету сожительства до брака. Я считаю, что это правильно. Мне нравится, что у нас этого нету. У нас очень хорошие семейные ценности. То есть семья это все. Семья это навсегда. Правда, сейчас тоже очень много браков распадается. Это, конечно, не имеет место быть. Но все же. Так, давайте следующий вопрос. Сколько Фати лет? Намекни. Ну, Фати вроде как не скрывает свой возраст. Она всегда говорит о нем. Привет, какие у тебя есть недостатки, по твоему мнению? Я считаю, что я могу успевать намного больше, чем я делаю. Каждый вечер я составляю себе план. Утром я встану в семь. Но затем я сделаю это, это, это. Потом покучаю. Потом сделаю вот эти дела. После обеда куча других дел. А по факту я просыпаюсь, целый час лазю в телефоне. Конечно, потом в течение дня я много чего успеваю. Даже моя мама удивляется, говорит, что ты очень много работаешь. Ей иногда меня жалко. Она говорит, сколько можно монтировать? То ты, говорит, на работе работаешь, то ты приходишь домой по работе работаешь, на компьютере, то ты монтируешь, то ты отвечаешь на комментарии. Пожалуйста, не обижайтесь на меня, когда я не отвечаю на комментарии. Потому что, честно, я не успеваю. Я очень много снимаю, работаю. Моя бы воля, если бы у меня было в достаточном времени, я бы отвечала просто всем. Я считаю свой минус, это как раз таки вот немножко неорганизованность. Опять же, я очень самокритичный человек. Может быть, все окей. То есть, считайте, я работаю на двух работах. YouTube тоже отнимает время этой съемки, этой монтаж. Если бы твой муж был бы против твоего канала, удалила бы? Нет, однозначно нет. Я бы просто выбрала такого человека, который бы мне помогал наоборот в канале, может быть, снимал совместные видео или, например, помогал мне с монтажом. Вот, честно, все пишут, там, не знаю, Кавказный, Кавказ, но я не встречала еще одного человека, ну, парня, например, да, который бы сказал мне, вот была бы у меня девушка, я бы никогда не разрешила ей снимать ролик. Кавказа, я никого не обижаю в своих видео, я не раздеваюсь, не знаю, не делаю что-то непристойное. Просто сижу, кушаю что-то на камеру. Если бы передо мной ставил такой выбор, то я бы выбрала свой канал. Потому что сейчас вот у меня, например, нету парня, да, к моменту того, как я встречу свою любовь, так скажем, я уже блогер, да, и он уже знакомится с человеком, зная о его профессии, о его хобби, правильно? Если бы у меня была бы семья и дети, я бы захотела завести канал и мой муж был бы против, вот из-за этого я бы не стала рушить семью. Но так как я уже блогер, и после этого, быть может, да, там что-то у нас будет, я считаю, что такие ультиматумы ставить неправильно. Каждый человек должен как-то развиваться, как-то самовыражаться. И тем более, если человек такой ревнивый, он не хочет, чтобы его любимую кто-то видел, кроме него, так скажем, тогда ему проще будет найти другую девушку. Чем всю жизнь бороться со мной. Я очень люблю свой канал, я считаю, что я сделала огромный, правильный шаг, что я открыла вообще свой канал. Скоро будет два года моему каналу. Во сколько лет тебе разрешили делать ногти? Ну, не было такого вопроса, что мне разрешили, потому что я начала делать гейтлак достаточно поздно, ну, как поздно? я уже училась в универе к этому времени, я была, по-моему, на втором курсе, я спрашивать у кого-то не стала. Просто это было удобнее, чем красить ногти. в школе у нас вообще к этому придирались, поэтому на момент обучения в школе я бы не смогла это сделать, просто потому, что приходили у нас, проверяли макияж, проверяли внешний вид, поэтому как-то в те времена я не смогла бы это сделать. А твоя любимая цифра и почему одна из моих любимых цифр это 14, вторая 904. Не спрашивайте, почему. Следующий интересный вопрос. Веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Вопрос задает Нармин. До какого-то момента в своей жизни да, я верила в дружбу между мужчиной и женщиной, но сейчас, если честно, мне в это не очень верится, потому что в конце концов кто-то влюбляется. Может быть, для начала, может быть, в начале для обоих это была просто дружба. Даже в обычной дружбе между двумя девочками, мне кажется, есть чувство. У меня была такая ситуация, что я очень честно общалась с одним мальчиком. Из-за универа у нас было очень много общих интересов, вместе сидели за партой. И потом он мне признался, что все эти годы я ему нравилась. На данный момент у меня нету близких прям друзей, парней. Да, есть друзья, но я с ними не общаюсь прям каждый день, понимаете? Прямо неделю один раз могу написать, что-то спросить, или этот человек у меня что-то спрашивает. Вот так, чтобы постоянно общаться, нет. А тем временем я уже доедаю. Топ-3 нелюбимых фрукта. Я вообще фрукты очень люблю, но мне не нравятся манго, авокадо и грейпфрут. Вот эти вот, знаете, экзотические штучки, не знаю, не помнеют, сколько раз не пробовала, мне не нравится. Особенно авокадо. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что именно там я советую с вами о моих новых видео. Так что обязательно подписывайтесь, ссылка в инфобоксе. Всем желаю удачного дня, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok